Эй, всем привет, друзья! Меня зовут Эн Дэн Дэна, и сегодня у нас будет видос по моду под названием Содиум. Хотя, постойте, чё-то тут не так. Прошлый видос как раз и был по Содиуму. Кстати, если вы о нём не смотрели, то, пожалуйста, гляньте, оно стоит того. Содиум — это прекрасный мод, который оптимизирует на Майнкрафт и даёт нам в нём миллион FPS. Да, всё прекрасно, но вся проблема в том, что Содиум идёт только на фабрик-версию Майнкрафта. И, как мы знаем, сложилось так, что Фордж — это более старая система для модов Майнкрафта и более привычная для многих. И, следственно, на эту версию вышло больше модов, и на ней играет больше игроков. Ну и какого хрена на нашу версию нету нормального мода на оптимизацию? Ладно, ладно, не буду я ходить вокруг-то около, и, значит, ребят, сегодня я вам презентую обалденный мод, который является портом Содиума с фабрик на Фордж, но который является полностью рабочим и который выполняет свои функции, то есть оптимизирует на Майнкрафт и даёт прибавку в FPS. Кстати, насчёт того, что к этому приложил свою руку сам Лололошка, я вовсе не обманывал. То есть, благодаря ему, благодаря его вышедшей недавно сборке под названием «Идеальный мир», мы начали своё небольшое расследование. Ну, изначально всё началось пару дней назад. С того момента, когда я захотел поставить Содиум на Фордж. И, как вы думали, у меня всё удалось. Чтоб вы знали, Содиум есть на Фордж, уже вроде бы как рабочий, но... Но он немного проблемный, хотя бы по той причине, что с ним нельзя поставить шейдеры. Кстати, в нашей беседе за мою попытку поставить Содиум на Фордж меня назвали дураком. Хех. Но, друзья, сегодня всё это изменится. Сегодня я открою вам новые горизонты. Новые горизонты в создании ваших сборок на Фордж. В сборок, в которые можно будет впихнуть большое количество модов, играть в них комфортно и даже с теми же шейдерами. И всё это благодаря прекрасному моду на оптимизацию под названием... Которое вы узнаете чуть позже. Ну, а сейчас я хочу сказать большое спасибо ребятам. Юрия Ермакову и Михаилу Михаленко. Юрия за то, что как раз нашёл этот мод и помог его протестировать. А Михаилу просто за его тесты. И, значит, перейдём к теме видео. Если этот мод просто порт Содиума с фабрика на Фордж, то вроде бы как его функции никак не должны отличаться. И что тут вообще рассказывать? Хорошо, хорошо. Я понимаю, что вы такие нетерпеливые. И, значит, этот прекрасный мод называется Рубидиум. Рубидиум. Да, своеобразное такое название, которое лично я раз 10 путал, забывал. И ссылку на его скачивание я специально закинул чуть подальше. От некоторых умников. Но она всё же есть в описании. Если всё же рассказывать про этот прекрасный мод, то он выполняет все функции Содиума. Он оптимизирует на Майнкрафт путём правильной генерации и прогрузки чанков. Тем самым сохраняет ресурсы нашего компьютера и добавляет много FPS. Но воспринимайте это правильно. Это не просто большие циферки в счётчике, а это новые возможности. Вы сможете играть без лагов с большим количеством модов. Либо же использовать шейдеры, которые у вас до этого лагали. И, значит, я рекомендую использовать этот Рубидиум всем и каждому. И в особенности тем, у кого слабые компьютеры. Также, что хочу сказать, что этот мод изменяет вид интерфейса настроек графики. Делает его вот таким вот необычным и довольно непривычным. Если вдруг вас выворачивает от этого вида интерфейса, если вы вдруг не понимаете английский и хотите просто его сменить, то вы можете нажать комбинацию клавиш Shift плюс P английская, либо же Shift плюс Z русская, и вуаля, интерфейс у вас свернётся на прежний вид. И теперь вы здесь можете разобраться и всё настроить под себя. Что касается установки данного мода, то здесь совсем всё просто-просто. Он устанавливается как обычные моды Forge, нам всего лишь необходим Forge, и потом закинуть наш мод Рубидиум в папку mods, и всё заработает. Если вдруг у вас остались какие-либо вопросы или проблемы по установке мода, то милости прошу, у нас на канале есть видос по установке модов на Forge. Там я всё объясняю. Ух, друзья, всего-то 4, 5, 10, 5 минут видос длился. Ладно, раз уж вы досмотрели до этого момента, то вот вам презент. Прекрасное дополнение к Рубидиуму, мод, который позволяет нам поставить шейдеры вместе с ним, под названием Oculus. Да-да, если что, Optifine у нас также не ставится. И значит, за такой прекрасный мод, как Oculus, можем поблагодарить также Лололошку, ведь именно из его сборки был найден этот мод. Ну и пожалуй нас, ведь мы оставим вам ссылку в описании на его скачивание. Значит, коротко об Oculus. Oculus у нас также является портом мода под названием Iris с версии Fabric на версию Forge. Он нам просто предоставляет функцию поддержки и возможность включения шейдеров в Майнкрафте. А также он совместим с Рубидиумом. Он добавляет вот такой вот свой интерфейс, который может быть некоторым знаком. Он такой же, как и в Ирисе. Насчёт перевода, ребят, мы искали, но пока что ничего не нашли. Если вдруг найдётся, то ссылка на него будет в описании под видео. Если кто им обладает, то пожалуйста напишите в комментарии. Будем благодарны. И также перевод мода Рубидиум мы там разместим. По его установке всё так же просто и абсолютно аналогично установке Рубидиума. Всего лишь нужно закинуть в папку mods и у вас он заработает. Я думаю вы справитесь. Ну и что ж, друзья, я вам рассказал об обалденном моде, который вам позволит ещё больше получать удовольствие от создания сборок на Фордж и последующей игры на них. Если вам это видео понравилось и если вы будете использовать эти моды, то пожалуйста, поставьте лайк на видео и напишите об этом комментарий. Ну и подписывайтесь к нам на канал и прожимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну а я с вами прощаюсь. У микрофона был НДН Дэна. Я с вами прощаюсь, но прощаюсь ненадолго. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok